Ой, у меня здесь так хорошо. Наконец-то я вышла из дома, Платон все время болел, болел, болел. Мы вышли из дома, сейчас заедем в магазин и потом поедем в гости. Вот такая Илья в Леруа, я решила померить платье. Она такая беженая и точно такая же черная. Я не знаю, какая лучше. Мне кажется, что беженая, смотрится как-то благороднее, что это. Очень интересная такая. Это все вывязано. Видите, это все вязано. Прикольно свитер. Они все в разных цветах. Почему мне понравилось это платье, оно, наверное, может быть какой-то немножко у бабушкиной. Но мне кажется, что на зиму оно очень-очень будет смотреться классно. Сокулированное, интересный материал. И оно теплое, оно у подкладки. Ну и больше всех мне понравилось вот это вот зеленое. При жизни оно смотрится намного эффектнее и богаче. Оно не такое холодное. Вот, к примеру, еще мне померить несколько платьев. Очень как-то странно облегает грунт. Какое-то помятое, потому что его принесли со склада. Мне кажется, оно великое как-то, не знаю, мне не очень нравится. Это уже отутюжено. Как видите. Умерила еще XS, но, как видите, здесь очень сильно натягивается на груди и просвечивает все белье. А я не очень люблю, когда все это просвечивают. Поэтому я... Ну, это не то платье, где должно что-то просвечивать. Поэтому я думаю, что лучше все-таки взять S-ку, а не XS. Вот так вот я с N-ки дошла до... Обычно у них все молила мерит. И я поэтому начала с N-ки. Ну, не знаю. Посмотрю. Вот такой свитерок. Мне кажется, очень красивый. Такой в мире животных. Вот эта цапля. Я решила взять все-таки этот платье. Сейчас, секундочку. Ну что, я вышла с покупками. И иду сейчас в Ашан. Убираем для платонной игрушки. Я взяла немножко салфеток разных видов. У меня будет Том окрашивая салфеток. Так. Ой, опять упала. Ай. Рыба. Очень люблю такой помола. Знаю, вредно, но ничего не могу себе поделать. Я в раю. Я всегда беру с такими этикеточками. Селекшн. Макароны. Я села в лаунж-зону. Такая вот здесь лаунж-зона. А я хотела вам рассказать, что мы, короче, в любых чеках из магазина мы потом играем в гадайку. Я, например, говорю о Фоарада. Памела? Что это такое? А-а-а. Я купила памела. Я думала, ты кто взял? А это такой цвет неудачный. Потом все скажут, Катя, ты что там только под покровом ночи вылазишь? Катя, ты что в мире? Можно тоже дать из нас. А, отлично. Я снимаю всё подряд. Ты сказала мне, Катя, снимай всё подряд, а вось будет интересное что-нибудь. Вопрос. Когда вы куда-то едете на машине, как вы свой досуг проводите? Что? Спать, разговаривать, играть в какую-то игру? Скажите, что вы думаете про вот такие вот лимузины? Мне лично всегда кажется, что это бред и это некрасиво. Мне кажется, что он должен когда-либо провалить. Не то, что у нас была свадьба. А у нас какая была свадьба? Ну, когда машину эвакуировали нашу. Так, кстати, вы этого не знаете, я тогда влоги ещё так часто не записывала, но мы пошли в ресторан, припарковались, всё так было замечательно, хорошо вышли, нашу машину эвакуировали. А я вот такая в платье. Я тоже. Вот такая история. День свадьбы. Слушай, у тебя так во влоге выглядишь, как пузатый. Даже всё заново перезаписываю. Кстати, я могу вам показать свои волосы. Кто-то сказал, что я там что-то неправильно всё сделала. Вот, нормально всё, волосы выглядят. Конечно, они обламываются, потому что нарушение этих сульфатных мостиков не может пройти бесследно для волос. Их уже не восстановить. Но, тем не менее, кончики, конечно, наверное, нужно немножко подравнять. Но, в целом, они не такие ужасные, как были раньше. Сегодня я их просто помыла и высушила феном. Без утюжка, без ничего. Хотя волосы у меня вьются, но они такие увлажнённые. В общем, всё выглядит классно. Может, давайте уберём этого мужика из кадра и буду только я одна. Или так лучше? Напишите в комментариях, что вы думаете. Лучше так, когда мы вдвоём, давай свой живот втягивай. У меня нет живота. Ну, давай-давай, доказывай. В следующем видео я разделусь. Ты уже разделся, хватит. Сегодня я не красилась. Я сделала только укладку бровей. У меня есть с собой, кстати, помада. Матовая, новая. От Клиник. Я думаю, я прямо сейчас ей накрашу. Всё выйдет волном, да? Да. Я просто девочкам показала... Я смогу смотреть на это вечно. Я просто хочу показать новую помазу. А на самом деле есть ещё другие оттенки. Они больше применимы для жизни. Потому что не каждый день походишь с красной помадой, согласитесь? Мне, кстати, очень понравилось. Я в последнее время что-то подсела на помады Клиника. Ещё мне нравится Улыбка. бондики и остальные как-то, ну так, сомнительные. Мне кажется, красный цвет сейчас классно сможет. Когда красные пупы используешь, сразу ты наешься таким нарядным. Вот так я и провожу время в дороге, в пути. Я снимаю влог и веселю себя. А Илья веселит меня. И они тебя веселят сейчас за подписчиков. Ребят, стараюсь, а мальчик для вас. В дальшем будущем я хакну канал Кацарыны, и это будет мой канал. Я буду ведущим. Ну попробуй, попробуй. Ехали, ехали, ехали и никак не переехали. Ну что, будем еще петь. Давайте еще пополнить песню. А еще, знаете, что делаю в пробках, когда очень-очень близко машины, я заглядываю в сосед... Когда очень-очень близко машины... Я не плюю. Блин, ну и я, ну я, блин, я записываю. А я их топаю. Как еще, знаете, как я себя развлекаю, когда еду в пробках. Это очень классная история. Знаете, как я себя развлекаю, когда еду в машине, когда очень-очень большая пробка, и все так плотно, все близко друг к другу. Я смотрю машину в соседнюю и улыбаюсь им, как дурочка. Они сидят такие, знаете, скучные, грустные, такие скукоженные. Им все не нравится в этой жизни, особенно эта пробка. И они видят мое лицо довольное и начинают улыбаться. Я делаю мир лучше. Может, тебе на передачу голос, Илья, сходить? Волос. Тебе на передачу волос. Я там проиграю, а сразу в первом туре вылечу. Ехали, ехали, ехали и приехали. Еще можно кипяток. Ну и сейчас у нас кухонные посиделки. Что мы будем делать? Разговаривать и есть. Есть и разговаривать мы сейчас будем. Красавчики! Готово. Сейчас ставим рыбу. Вот дораду. Я ее сейчас смазываю всякими специями. Сейчас мы будем ее готовить. Вся не влезла, конечно, в противень, потому что они очень большие, леганские просто. Я обычно не солю рыбу, потому что у рыбы очень яркий, насыщенный аромат. И мне кажется, соль лишняя. Я могу потом в конце сбрызнуть лимоном. Но мы еще с вами встретимся, когда она испечется. Так, рыбка! Можно немножко почаевничать. Они так пахнут. Классно. Скажите, вы едите сладости? Или это я одна такая? Мне кажется, все едят сладости, да? Хотя вот у меня подруга Юля, она сладости не ест. Говорит, что не любит. А я люблю очень сладкое. Я пью чай и жду, пока приготовится рыба. Рыба готова, можно есть. Мы идем смотреть наверх фильмы. Кстати, фильм, который мы сейчас будем смотреть, той же выдержки, что и я. 90-го года. 82-го года уже началось. Камин. Я очень люблю бывать у камину, потому что когда-то я смотрю на огонь, я счастлива. Я бываю в нескольких моментах счастлива. Один из них, это, наверное, когда я смотрю на огонь, еще на горы, когда смотрю, тоже счастливо. Ну, о других счастьях я вам расскажу чуть позже. Ну, пока вот камин. Надеюсь, вам понравилось это видео. И до скорой встречи. Пока. На улице еще светло. Мы в Москве. Мы в Москве. Едем по третьему транспортному кольцу. Средний расход 19 литров на 100 километров. Я вот это специально вставлю. Какое-то занудтое. Итак, давай угадывай. Чтобы ориентироваться в цену. Все подумают, что у меня тебя... Итак, пакет Ашан. Какое-то даем. Нет. 7. 7,50. 7,50. Вот все все атлантические оху.